Трамп, похоже, не соврал, когда заявил недавно, что Китай нуждается больше в сделке, чем я. Сигнал бедствия на этот раз подал промышленный сектор Китая, где прибыль сократилась самым быстрым темпом за 8 месяцев в октябре, не оправдав при этом характерный сезонный пик, который наблюдается в осень каждого года. Промышленная прибыль сократилась на 9% в октябре в годовом выражении, показали данные в среду. Хуже было только в периоде январь-февраль этого года, когда прибыль предприятий, естественно, снижается из-за празднования лунного нового года. В сентябре прибыль также оказалась отрицательной, составив минус 5,3% изменения прибыли. Ядовитой комбинацией для предприятий оказалась дефляция производственных цен и рост стоимости заимствования, несмотря на усилия Национального банка Китая. Это говорит о том, что внешний спрос на конечный товар упал, что отразилось на спросе этих предприятий, также на промежуточные товары, то есть на сырье. Кредитные импульсы Центрального банка, как следствие, не могут преодолеть узкие места, например, возросшие риски по дефлотам по долгам предприятий, и это ведет, естественно, к ужесточению кредитных оценок предприятий. Эту проблему также не может решить традиционный для Китая канал финевого финансирования, то есть в обход банков, из-за борьбы с ним правительство. Индекс производственных цен, динамик которого предваряет изменения корпоративной прибыли, упало до минимума трех лет в октябре. Это также отразилось на индексе производственной активности, где нисходящий тренд уже сохраняется 6 месяцев, а субкомпонент экспортных заказов, лидирующий индикатор, снижается уже 17 месяцев подряд. В прошлый вторник Национальный банк Китая пошел уже по-крупному и снизил среднесрочную ставку финансирования впервые за несколько лет, так как последовательное семикратное снижение нормы изувирования не дало желанного эффекта. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу.